Здравствуйте и добро пожаловать на канал Last of War Беларусь. Я Last of War, а это карта Desert Rose, модификацией Forgotten Hope для игры Battlefield 1942. У нас здесь не то чтобы очень много роз, но довольно много пустыни, а еще довольно забавно, что карта 42-я, хотя загрузочный окрадным говорит о том, что год 43-й, возможно планы авторов изменились по ходу дела или возможно они были скорректированы в какой-то момент, кто знает. Но я рад уже тому, что точек у нас будущих довольно много и техники тоже хватает, так что я возьму что-нибудь, возьму винтовку и мы пойдем вперед. Так, окей, да, я вижу какой-то танк, я возьму какой-то танк, потому что если я буду медлить, то вообще ничего не останется, я попробую не въехать в наших товарищей. И мы бодрый такой вот поступью направимся на наши позиции, в будущее. Окей, въезжаем, пытаемся объехать в выбоины и въезжаем в другую выбоину, но поменьше, чем центральная. А здесь мы перевернемся, но только в плане камеры, а желательно не в плане танка. И попытаемся куда-нибудь въехать, например, на север, я не уверен, что здесь хорошая очень дорога. Но я не хотел бы быть сильно открытым всяческим таким вот враждебным товарищем. А это, по всей видимости, враги, да? Вряд ли же, друзья. Да, это не наш самолет. Это плохо. Угу. Так, пока не захватили, не хватало еще, чтобы они стали здесь высаживаться. Так, это двое, но я видел третьего. Я не уверен, что я убил третьего. Хороший такой вопрос. Окей, я, может быть, возьму этот танк. Возможно, он получше. Валентин МК-3. Нашему Гаю Шелби остается мой легкий танк. А у меня заодно есть возможность на чем-то более тяжелом поездить. Этот Валентин, он вроде бы довольно неплох. Теперь нам нужно поюжнее направиться. И есть же еще южные позиции. Наверное, их будет проще отстоять, потому что они находятся дальше от позиций вражеских исходных. Которые незахватываемые, как и наши. И это, конечно, большая проблема. Потому что сюда они будут неостановимой толпой ехать. Очень медленно мы, черт возьми, взбираемся сюда. Что не очень хорошо, но что же делать? Зато мы уже почти что-то захватываем. Пока я пытаюсь развернуться, потому что неплохо бы видеть врага, который будет 100% надвигаться. Флаг находится прямо на крыше дома. Дома, ну не то чтобы очень моего. Да, тем не менее, вот наши танки, вот не наши танки. И мы захватили счастье, что, наверное, неплохо. А теперь попытаемся развернуться обратно. И захватить позиции южные. Потому что здесь такие холмы, с которых я не отъеду особо, без того, чтобы что-то не потерять. Но, возможно, наши ребята как-то смогут чего-то отстоять, хотя бы частично. Я не знаю, но посмотрим. Знаете, а территория оказалась более пересекаемая, чем мне казалось изначально. Более отраверсабл. Чем она кажется, когда смотришь на неё по карте. С причего такого полёта. Окей. То есть мы съехали отсюда. Это уже неплохо. Там есть какие-то мосты. И там пока ещё нет немцев. Хотя они там наверняка появятся, когда я наконец достигну тех территорий. Я уже рад тому, что там есть наш танк какой-то другой. Так что, возможно, он как-то сдержит продвижение. Ну, мы достигли уже моста, что неплохо. Шумит вода, которая шумит больше, чем течение нарисовано. Поэтому я немножко в таких раздумьях, как одно с другим, связана. Но зато у нас есть буря в пустыне, которая только здесь находится, в одной точке. Вроде бы. Или, может быть, она просто такой полосой или плоскостью очень медленно продвигается. Ну, давайте мы переключимся на третье лицо и дойдём, наконец, до флага. Потому что что-то происходит, но я не вижу, чтобы кто-то чего-то захватывал. И это меня напрягает. Ну, то есть хорошо, конечно, что и враг не захватил, но... Дела не очень идут хорошо вперёд. А больше стоят на месте. И это плохо. Вот почему они не идут вперёд. Правда? Угу. Нет. И... Окей. Теперь да. Теперь да. А может быть я ещё раз... Так. Не так. Он, наверное, ещё раз выстрелит, потому что ему достаточно только края меня видеть. Нет? Окей, по-моему, он горит. Мне так кажется. Слишком долго выяснять. Лучше ещё раз выстрелить. И он стоял от флага не очень далеко, черт возьми. Хорошо. Нехорошо. Потому что всё-таки они захватили счастье, а у меня не очень много здоровья. Но может быть я ещё их смогу выбить оттуда. Удивительно, что это не произошло быстрее, да? Захват этот. Ненаглядный. Так, а где? Нет, не в этой стороне. В этой стороне. Вот. Окей, я медленно разворачиваюсь. Пока я разворачиваюсь, они могут заспавниться. И это будет, безусловно, нехорошо. Я кручу башку и смотрю, чтобы ко мне сзади никто не забрался. Что очень важно. А потом мы, возможно, возьмём немецкий танк заспавнившийся. И повернём их же технику против них. Да, оговорились. Давайте-ка, теперь пойду сюда. Этот танк я на всякий случай раздолбаю свой. Я не совсем уверен, на этой карте включена ли такая вот механичка. Ух ты, совершенно другой звук. Типичная бутылфилдская. Которая позволяет непосредственно уничтожать танки, да. То есть, когда вы выходите из танка и оставляете его, то он постепенно себя сам разбирает на запчасти и взрывается. Чтобы, значит, не застревала техника, когда она потом не сможет респауниться. Но проверять мы не будем. Мы будем захватывать другие позиции. Я, честно говоря, удивлён, что враг не распространился дальше. Так, здесь я сам не смог взять позицию, потому что сделали наш, но это не важно. Мы играем в команде, поэтому это меня устраивает. А это значит, что мы можем, в принципе, куда-нибудь поехать. И даже встретить врага на его позициях. Удивительно. Так, привет. Ещё раз привет. И совсем привет. И раз, да, и я почти мёртв. Это вообще плохо. Но я могу здесь прямо заспавниться, поэтому я не очень, так сказать, озабочен этим. Прямо выстрелы... Такие вот механические, прямо механизм. Да, может быть, не самая лучшая терминология. Но механизм действительно зарядки чувствуешь. Окей, окей. Сейчас Уда отправится в ад. Может быть. Может быть, не отправится. Потому что он, конечно, чёрненький такой, дымится весь напропалую. Но почему-то не взрывается. Так, теперь у нас есть кое-какая авиация, которая меня не интересует. Меня интересуют танки. Есть ли у нас свободные танки? Что-то только что забрали. Так, да, и ты мне не отдашь. Правда, ты цели, слушай, уже раз ты стреляешь. Как правило, боты в режиме стрельбы не склонны ничего отдавать. Но в данном случае это неважно, потому что нас убили. Жаль. Так, мы находимся здесь, и на нас наступают, пытаются нас выдавить, что, конечно, не очень хорошо. Могу ли я взять хотя бы какую-то машинку, чтобы доехать до места, где я уже смогу взять технику, а? Или мы вместо этого постреляем по всяческим ребятам? Так, давайте я доеду докуда-нибудь. Если успею. Как же медленно мы поворачиваемся? Просто какой-то кошмар. Окей. Танк есть? Это неплохо. Proceder Mark I. One. То есть ровно один. Но может быть одного нам хватит? Выстрелим? А попадем ли? Слишком я нахожусь в такой позиции, в которой я могу добить своего же. Это будет нехорошо. Ну. Че так как-то от него отлетает? При том, что я стреляю ему в борт, где, по идее, броня должна быть не самая крутая. Может, у меня пушка прям настолько фиговая? Он, по-моему, начал поворачиваться в мою сторону. Окей. Вот это лучше. Окей. Хорошо, ну хоть кого-то мы разбили. Уже неплохо. Это он наш танк захватил, да? Или это его такой танк? Не похож на немецкий, по-моему. Похож, вроде бы, на наш. Прямо целая проблема его расколупать на запчасти. Окей, наконец-то. Угу. Он отдал концы, отдал. Правда, я тоже почти отдал концы. Эй, чувак. Гарри Гарри Аста. Да, и не погасло. Ну, или, по крайней мере, не погасло до того, как, собственно, он был уничтожен. Так. Это бросаем. Оно почти набито, а ремонтировать я еще не могу. Так что это некоторая проблемка. Но у нас есть еще танки. Они не то чтобы сильно многоразовые. К сожалению. И это танки, ну, я бы сказал, танкетки больше. Да, что ж ты, скотина. А, вот почему. Это, конечно, пошива. И меня сейчас тоже, как-то, наверное, немножко опечалит. Да, машинка очень легкая. Совсем-совсем легкая. И это, безусловно, печально. Это тоже машинка не очень хорошая. Но я из нее, может быть, успею один раз выстрелить. Не успею. Я взял противотанковую винтовку, но проблема заключается в том, что она мне, скорее всего, не поможет, правда? Что у нас и где находится здесь? Вот что у нас находится здесь. Привет. Извините, сударь. Я сказал, извините, сударь. Не извинил, сударь. Жаль. С одной стороны, я, конечно, заспавнился, но с другой стороны, мне это не сильно поможет, потому что они прямо вклинулись капитально. Да. Даже против этого легкого танка я ничего не смогу сделать, особенно если он в меня попадет. Что я могу повзаимствовать? Не знаю, но там дальше есть какой-то незанятый танк. Если я до него доеду, это шанс. Большой, если честно говоря. Я успел вылезти с одной стороны, но с другой стороны. Это же не значит, что я до танка доползал. Ну, может, и значит. Так, где? Где-то подушастые. Душастые. На встречу мне уехал? Или куда-то? А, да. Действительно. Привет. Пока. Возможно, теперь дело пойдет получше. Угу. Не похуже. И что у нас происходит с окрестностями? Вроде бы никто не заспавнился до того, как я сбил, так сказать, их знамя не очень хорошее. Ну, что, отбили? Отбили. Возможно, теперь здесь наши будут спавниться, а я смогу продвинуться вперед и что-нибудь поделать с их, значит, с позициями. О, привет. По-моему, промахнулся. А теперь закрашился. Знаете, скажу по секрету, это уже второй раз, когда я на этой карте крашусь. Вы видите на этом экране, что я установил 48 максимальных игроков на карте. И это потому, что первый раз, когда мы имели максимум в 64, вылет наступил через примерно 9 минут игры. На этот раз авторы мода милостиво предоставили нам аж целых 20 минут, или около того, моей сырой записи, из которой после монтажа, конечно, останется существенно меньше. Это особенно обидно, учитывая потенциал пустынной розы, которая сочетает в себе все любимые мной элементы, присущие хорошим бутылфилдским сражениям. Я, конечно, говорю и о том, что территории у нас достаточно просторные, и техники хватает. С одной стороны, есть где развернуться, но это не сплошное чистое поле. Порой приходилось и поманеврировать. Эта битва могла бы быть особенно эпичной, но, к сожалению, технические проблемы перечеркивают все плюсы, так что я ставлю ей минус. Такая негативная оценка, хотя и закономерна, но очень прискорбна. Ваше мнение вы можете оставить в секции комментариев под этим видео. Если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать. Конечно, всегда помогает, когда вы делитесь моими эпизодами, выпусками в социальных сетях. С вами был Last of Warry с канала Last of Warry Беларусь. До встречи в следующий раз, и спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»!